Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Пришло ли время выращивать рассаду посленовых культур? Да, пора. Тем более наша передача выходит 10 марта, а согласно лунного календаря, о котором мы говорили в прошлой программе, благоприятными днями для посева семян посленовых культур на рассаду является 15-16 марта. Так что мы как раз подгадали нашу передачу. И, конечно, знаю, что посленовые культуры любят все и выращивают на даче, наверное, все, потому что у многих есть теплицы, а посленовые культуры это томаты, перцы, баклажаны, физалис. Они выходятся из теплых краев. И, конечно, в открытом грунте им не очень комфортно. Особенно я имею в виду нашу зону. Ну, а вы сами знаете, что мы с вами живем в зоне рискованного земледелия, где полгода зима практически, как ни крути, и только весна, лето и осень занимают всего 6 месяцев. Поэтому через рассаду выращиваем посленовые, и только тогда мы можем получить нормальный урожай. И, конечно, можно купить рассаду, понятное дело, что весной ее будет очень много. Но знаю, что наши дачники, наверное, уже и семена купили посленовых, и томатов, и перцев. И не терпится, не терпится взяться за дело. И, наверное, многие рискнут, и даже не рискнут, а попробуют выращивать. Ну, я хочу сказать, кто не выращивал рассаду, пробуйте. Ничего страшного в этом нет, ничего сложного в этом нет. Конечно, дело хлопотное. Нужно приложить усилия, но не получится ничего страшного. Купите рассаду покупную, попробовать нужно. Но нужно вначале определиться, где вы будете выращивать. Что у нас в квартирах есть, что мы можем использовать. Подоконники. Наши окна, подоконники. И, конечно, подоконник нужно сначала утеплить. Ну, вот попробуйте, положите ладонь на подоконник. Конечно, холодно. И, представьте, вы поставите рассаду в плошках, в горшках. Конечно, будет холод на корни действовать. И часто бывает, рассада гибнет в основном из-за того, что очень холодно. И сейчас, пока есть время у вас, пока вы еще готовитесь к посеву, нужно оборудовать подоконник, скажем так. И утеплить его то ли листами, может быть, картона, фанеры, пенопласт. Все, что у вас найдется. Может быть, сделать какую-то подставку, этажерку. Ну, а что можно поставить на подоконник? Не такое большое число ящиков, горшочков. А если у вас будет этажерка, то у вас горшочки будут стоять ввысь и будут нормально освещаться солнышком. И положите градусник обязательно на подоконник. И вы увидите, что внизу на подоконнике совсем другая температура, чем наверху. Поэтому нужно температуру регулировать. Вот. Так что нужно вначале продумать, где будете выращивать рассаду, и все для этого подготовить. Наталья Викторовна, сроки посева, Семен? Ну, что проще посчитать. Рассада томатов и перцев и баклажан, она до высадки в грунт должна расти 60 дней. Ну, грубо говоря. Потому что может быть и 55, и 60, и 65, в зависимости от погоды. Ну, считаем так, грубо, 2 месяца 60 дней. Мы с рассадой томатов, перцев, баклажан выходим в пленочную теплицу или поликарбонатную в середине мая. После того, как отпразднуем майские праздники, День Победы, вот все. У нас уже, как правило, стабильно погода устанавливается нормальная. И в теплицу можно в середине мая высаживать. Значит, середина мая, 15 мая. Отступаем 2 месяца назад, отсчитываем. Получается 15 марта. То, что нам говорит астрологический календарь. 15-16. Так что как раз сеем 15-16 марта на рассаду. Если вы готовите рассаду в открытый грунт, в открытый грунт мы позже высаживаем рассаду. Мы высаживаем ее в начале июня. Значит, сеять рассаду в открытый грунт нужно в начале апреля. То есть сроки вы еще не упустили. Все в силе. Но хочу предупредить тех датчиков, которые уже так посеяли рано рассаду. Я знаю, что многие сеют в феврале, в начале марта. И просто мне жаль и людей, и рассаду, которая мается. Потому что и вы страдаете от этого, потому что нужен уход больший. И подсветка нужна. И регулировка температуры. А рассада как от этого страдает? Она перерастает. И смотришь, на подоконниках стоит вытянувшаяся, желтая. Она и полегает. Она уже и зацветает. И сбрасывает эти бутоны свои. А пересадка, а стресс какой она испытывает. Поэтому лучше рассаду посадить низенькую, которая не переросла. И поэтому я хочу сказать, что сейчас самое время для посева. И многие злоупотребляют обработкой семян. Просто, хочу сказать, просто измываются над семенами. Ну, можно, конечно, и замачивать семена, и в растворе поваренной соли, и в органцовке можно замочить, и прорастить можно. И купить специальные стимуляторы для прорастания семян. Но, обрабатывая препаратами семена, очень строго соблюдайте инструкции. А вы же знаете, как мы любим, да, на авось, да, добавлю побольше, да, подержу подольше. А некоторые и семена обрабатывают в одном растворе, втором, третьем. Соки и алои, вытяжки из чеснока и в органцовке. И потом ставят в холодильник на несколько дней. Потом вытащив их, ставят на батарею. И бедные семена, они просто не знают, как им поступать в этой ситуации. И часто просто не всходят. Поэтому не злоупотребляйте предпосевной обработкой семян. Выберите что-то одно, что для вас самое лучшее, самое надежное, как вы считаете. А подготовить семена сильно не старайтесь подготовить. Потому что семена, в принципе, быстро всходят. И семена томатов, и семена остальных культур. Наталья Викторовна, сколько бы вы порекомендовали подготовить к посеву сортов томатов и перцев? Все зависит от того, где вы будете высаживать. Вы прекрасно знаете, что у вас есть теплица или есть теплая грядка. Вы знаете, сколько вам нужно растений. Поэтому не выращивайте много. Сеют по 100 сеянцев, очень много. За ними, за всеми нужно ухаживать. Просто подумайте, вам нужно 20-30 растений томата на теплицу. И нужно взять несколько сортов. Никогда не берите один. Подстрахуйтесь. Потому что что-то не пойдет. Ну не взойдет. Или будет слабая рассада. И вы просто потеряете сроки. Лучше всего взять 3-4 сорта. Те, которые, допустим, вы же выращивали. Что-то, что вы выращивали. Возьмите 1-2 сорта новых. Ну, я советую брать и салатные томаты. Потому что захочется и просто покушать, сорвать томат для салата. Вот есть. Ну, я просто навскидку показываю пакеты. Что бы, допустим, я выбрала. Вот крупноплодные томаты. Они будут у вас для салата. Вот такой сердцевидной формы. Прекрасный томат. И для салата он крупноплодный. Можно взять 1-2 сорта черри. Мне тоже они очень нравятся. Они сейчас очень популярны. Черри – это вишневидные томаты. Они бывают и высокорослые. Вы должны понимать. И высокорослые, и низкорослые. Вот, допустим, черри шоколадной яблочки. Он высокорослый томат. Его нужно подвязывать. У него плодики более крупные. Где-то 30-50 грамм. А есть томатики очень низкорослые. Я вот покажу вам томат «Монетка». У него он низкорослый. Растет кустиком. Плоды созревают одновременно. Монетка, видите, какого желтого цвета. Можно взять для засолки. Вы же собираетесь свои томаты засаливать. Поэтому нужно брать сорт томата, где плоды будут 50-100 грамм. Для того, чтобы они хорошо поместились в банку. И вполне достаточно. Не берите 10-20 сортов. Все равно все перепутайте. И самое главное, когда вы будете сеять, поставьте этикетку. Именно для того, чтобы потом правильно рассаду посадить. Вы в теплицу заходите, у вас сразу будут расти высокорослые томаты. Потому что купол теплицы у входа самый высокий. Самая высокая высота здесь. А низкорослые можно посадить к краю грядки, к краю теплицы. Можно взять парочку сортов перцев. Потому что я знаю, многие выращивают и перцы. Возьмите один красный, один оранжевый или желтый. И достаточно будет одного пакетика баклажан. Потому что перцев мы сажаем 5-10 растений, чтобы обеспечить свою семью такой питательной продукцией. И 2-3 у вас будет растения баклажана. Поэтому не набирайте очень много. Рассчитывайте на свою теплицу или на грядку. Конечно, нужно запас небольшой в рассаде иметь. Потому что вы будете ее пикировать рассаду. Вы будете ее везти на дачу, что-то сломается во время пересадки. Где-то что-то погибло какое-то растение. Запас, резерв нужно иметь. Но не выращивайте, чтобы потом не знать, куда эту рассаду девать. Чтобы она не заполоняла вашу всю квартиру. И вы не знали, как ее куда посадить, как ее перевезти. Наталья Викторовна, как мы готовимся к посеву рассады? Ну, конечно, выбираем емкость и выбираем грудь. Грудь, как правило, покупаем в магазине. Потому что для выращивания рассады должен быть питательный. С набором микро-макроэлементов. И в магазине можно купить хороший грунт. Он уже готов именно для выращивания рассады. Не пожалейте денег. Не готовьте сами. Потому что это дело такое трудоемкое. Нужно знать, что растению нужно в первое время. Самое после всходов. И нужно, конечно, продумать, где вы будете выращивать томаты. В магазине сейчас тоже очень много различных емкостей. Различных мини-тепличек. Ну, мы как-то привыкли выращивать томаты вот в таких микро-тепличках. У нее есть поддон. И есть такая замечательная крышечка, которая пропускает свет и сохраняет влагу там. Можно выращивать. Ну, в чем? Что у вас есть под рукой? Можете какие-то плошки взять, пластмассы. Можете деревянные ящики взять. И желательно, конечно, на дно положить дренаж. Или гальку мелкую, или ту же яичную скорлупу. И насыпать вот в эту емкость где-то 5 сантиметров грунта питательного. Не больше. Чтобы посеять томаты. Потому что томаты мы сеем, как правило, под пикировку. Мы их пикируем. А вот перцы, баклажаны пикировку не любят. Они не любят, когда травмируют их корневую систему. Поэтому перцы, баклажаны лучше сразу высевать вот в такие отдельные горшочки. Вы видите, форма, цвет, размер самый разный. Вот такой формы есть. Вот такой формы. Еще могу предложить вот торфоперегнойные горшочки. Чем они хороши? Тем, что вы будете рассаду свою, которая будет расти в торфоперегнойном горшочке, вместе с горшочком посадите в землю. Не надо будет травмировать. Вот с этого горшочка нужно будет аккуратно, прижимая его так со всех сторон, аккуратно вытащить тот же томат или перец, перевернуть его, чтобы земля от корневой системы не отсыпалась. Все равно будет стресс. А в таком горшочке вы в лунку поставили его, и корни хорошо проходят через вот эту торфоперегнойную стеночку. И потом это все разлагается, и только удобрение вашим растениям. Но если будете выращивать в торфоперегнойных горшках, по одиночке их ставить нельзя, они очень быстро пересыхают. Поэтому вот ставьте их компактненько друг возле друга, вот в такие любую емкость поставили несколько горшочков, и они будут у вас прекрасно расти. Можно вот в таких кассетах выращивать. Такая кассета прекрасно становится вот в этот поддон. Можно сеять с пикировкой томата, можно сеять без пикировки. Когда вы сеете вот в такие кассеты или в горшочки, сеете по два семечка, не сеете по одному. Когда семена рядышком, они как-то вот друг друга стимулируют, поддерживают, они дружнее всходят. Но когда появились сходы, сенец более слабый, нужно оттуда удалить. И так вот сеете. Хочу сказать, что семена томата всходят быстро, на 5-6 день где-то, а вот перец и баклажан всходят дольше, где-то появляются всходы дней через 10-15. Поэтому не грешите на семена, будьте более терпеливы, дождитесь, когда появятся всходы. И обязательно, когда вы посеяли сюда семена томата, перца, баклажан, обязательно сверху закрывайте или стеклом, или какой-то пленкой, для того, чтобы создать растения условия. Наталья Викторовна, какие требования предъявляет рассада к температурному режиму и освещению? Вы знаете, когда вот вы только посеяли семена в грунте, вы их посеяли на глубину где-то 1,5 см. То ли здесь вы посеяли, поставили этикеточку, то ли здесь углубили семечко на 1,5 см, накрыли. Им сейчас свет не нужен, они в земле семена. Им нужна температура. Температура для прорастания поселенных культур должна быть где-то 25 градусов. Вы можете прекрасно вот эти свои подоны, кассеты убрать где-то в темное место. Вот батарею поставить, потому что свет не нужен, нужна температура. А как только появились всходы, пленку или вот эту тепличку мы снимаем, стекло снимаем и ставим всходы на светлое место, на наш подготовленный подоконник. Потому что с сеянцем нужен свет. И вот эту свою кассету или горшочки нужно время от времени поворачивать. Потому что вы увидите, к вечеру ваши сеянцы будут уже повернуты к свету, к стеклу. Поэтому, чтобы они не росли однобокими, нужно обязательно вот раз в 2 дня где-то поворачивать. И снижайте температуру. Сейчас 25 градусов вашим растениям, с сеянцем не нужны. Они начнут вытягиваться. Самая главная причина вытягивания, пожелтения сеянцев, это слабая освещенность, если вы держите далеко от подоконника, допустим, и слишком увлажняете почву и высокая температура. Вот это 3 фактора, которые влияют на рост сеянцев. Поливать их нужно и очень нежно, из пульверизатора, так, чтобы почва немножко сверху просыхала, а потом хороший полив делаете. И, конечно, нужно за ними следить, чтобы они не пересыхали, не вытягивались. Снижаем температуру. Подкармливать пока сеянцы не нужно. В том грунте, в котором они растут до пикировки, всего достаточно. Не кормите их. Это будет лишнее. Кормить будете после того, как распикируете сеянцы томатов. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Приступаем к посеву семян и начинаем выращивать рассаду. Рассаду поселенных культур. Семь, пятнадцатого, шестнадцатого марта по лунному календарю. Желаю удачи. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова